Добрый день. Саня Васильевна, знаете что, я посмотрела новости из газеты о Костюковичах. Да, конечно, да. И хотела спросить про мероприятие, короче, гражданско-патриотическое мероприятие прошло в каком-то детском саду. И дети одеты в пилотки советского периода Второй мировой войны. Скажите, зачем детей наряжают военную форму? Ну, это патриотическое воспитание. А что в этом плохого, скажите, пожалуйста? А что это, как это патриотическое воспитание? Я это реально не понимаю. Скажите, а кто вы, представьте, пожалуйста? Ольга Викторовна, паук. Ольга Викторовна кто? Паук. Очень приятно, Ольга Викторовна. Здравствуйте. Скажите, а что в этом плохого? От того, что мы деткам нашим прививаем чувство патриотизма уже из детского сада. Хотя я думаю, что каждый дом уже с рождения должен заниматься этим и прививать чувство патриотизма, чувство любви к нашей Родине. Хорошо, чувство патриотизма. Скажите, наша Родина как называется? Наша Родина? Ну, конкретно, каждый день родился, того и Родина. Я родилась, я гражданка из Белоруссии. Я родилась в Белоруссии, например, я люблю свою Белорусь. Скажите, а вы размывляете на белорусской мове? Я люблю свою маму Родину. А на белорусской мове можете размывлять? Ну, коли потрібно, то змогу. Давайте протягнем тады на белорусской. Скажите, а кольки угод у ваших дитячих садках проходят мероприемства на белорусской мове для белорусских детей? Знаете, мне, наверное, сложно разговаривать всё-таки на белорусской мове. Прикиньте, да? Так, а что там по патриотизму? Что вы ещё можете нам сказать про патриотизму? Так, а вот военная форма, она яким чином допомагает быть белорусом белорусами? И про патриотизм. Скажите, пожалуйста, у вас конкретно какой-то вопрос я запишу, мы вам разъясним. Не, мне не треба, ка вы его записывали. У меня пытання. Вы идеологичная улада. Вы сегодня кожный крок, який робят ци дорослы, ци малы белорус, контролюете и маете погляд, як он повинен выглядать. Что мы повинны робить, кого мы повинны любить. Гэта всё вы выращаете. И у меня конкретное пытание. Чому на детей надеваете военную форму на детячих мероприемствах? Скажите, а что в этом плохого? Что в этом доброе? Не, ну я вам пытание задаю, вы сегодня на прямой линии, откажите, коли ласка. Якую мету вы выконываете просто такое деяние? Я воспитываю чувство патриотизма у маленького, подрастающего поколения. Добра, а что такое патриотизм, який, пачутся, я не повинны... Ну, не веду, як сказать нават. Что я не повинны отчувать, вось, пасля того, як я не пахадзіли у военной формы? Ну, каждый, наверное, отчувает то, что должен отчувать. У каждого своё понятие патриотизм. А вы детям трогадовым задавали пытання, што я не отчуваюць, коли я не надеваюць военную форму? Цей гэта уплывае на их патриотизм? Напылна, задавали гэта пытання. Видите, я уже плавно перехажу на беларускую мову. Мне хочется разбуляться на беларускую мову. Вельми праемна. Ольга Ректоровна, я ответила на все ваши вопросы. Ну, вогу ли, пакуль не на один. Так, а чому вось райсполкомовские працевники, наприклад, не надевают военную форму, коли выходит на некое мероприемство? Ну, я не буду отвечать на этот вопрос, почему работники райсполкома не надевают такую форму, когда выходят на какое-то мероприятие. А вам не сдаётся, что вы выкористовываете детей у пропагандистских метах, у тым узрости, коли они не разумеют, что за ними отбывается? Нет, нет, мне не сдаётся, что мы их используем в каких-то метах. Поэтому, если вы хотите подробно какой-то вопрос, можете отправить супер на обращение на наш сайт. Если хотите подробно, чтобы мы вам рассказали о том, какая идеологическая работа ведётся в районе и в учреждениях школы, дошкольных детских учреждениях, мы вам подробно расскажем, если вас это интересует. Ну, скажите, а на белорусской мове проводятся мероприемства у детячих садках? Да, проводятся. Я просто выхователька детячих садов, вы ведаете, что не проводятся. Например, мероприемство перед Новым годом, цалком на русской мове, там, ну, 8 марта, маль так сама, может быть, один некий вершек. Нет, это не запрещено, правильно? Так, так, але ж вы кажете про патриотичное выхованье. Да, именно про патриотичное выхованье. Так у нас словы у гимня белорусы мирные люди, але дети не ведают белорусской мовы, вы не ведаете белорусскую мову, але вы наражаете детей у гэтые военные атрибуты, навошта. У вас не як вообще звязана ваши меты с тем, як вы их, ну, с тем, як вы гэта все зробили. Например, у нас, я отвечаю за наш район, у нас все последовательно и все между собой связано. Идеологическая в работе работа проводится в районе, я считаю, что на достаточно высоком уровне, начиная от детской саду и заканчивая школой. Спасибо, до свидания, у меня вторая линия. О, что вы! Извините, вторая линия.